13 число особенное. Некоторые считают его несчастливым, а кто-то, невзирая на магию цифр, просто не обращает на него внимания. Вот и гражданский активист, депутат Сергея Посадского городского совета Денис Охромкин, почти сразу же по возвращению из 12-й гуманитарной поездки на Донбасс собрался в 13-ю. Тем более, что и повод был особенный. К 85-летию воздушно-десантных войск фонд имени Героя СССР, основателя ВДВ Василия Филипповича Маргелова, решил наградить защитников Новороссии, не только десантников, памятными наградами. Его сын Александр Васильевич попросил нас выполнить вот эту миссию по награждению бойцов, отличившихся по защите ЛНР, памятными медалями, памятными наградами, орденами от фонда Маргелова. Кроме фонда Маргелова, готовить 13-ю гуманитарную экспедицию помогали общественные организации из Жуковского «Вежливые люди», Сергеево-Посадское отделение боевого братства, они тоже передали свои награды, сотрудники местного следственного изолятора, предприниматели, простые горожане. Продукты и медикаменты уже традиционный груз, а вот медали и ордена пришлись как раз вовремя. В Луганской комендатуре вручали награды в торжественной обстановке. Свои поздравления по телефону передал и сын легендарного Маргелова, Герой России Александр Васильевич. Ребята, слушайте. Дорогие друзья, не сами, а мальчинцы, для обложения у нас на гражданство СССР. Опять, у нас сейчас, спасибо. Слава Богу. В праздничный день награды получили представители Луганской военной комендатуры в главе с военным комендантом ЛНР, командиром отдельного комендантского луганского полка полковником Сергеем Грачевым, бойцы погранслужбы ЛНР, воины афганцы Краснодона. Все эти населенные пункты давно уже входят в маршрутный лист Сергея Посадского гуманитарного конвоя. В небольшой концерт, подготовленный собственными силами, который состоялся сразу после официальной церемонии, вошли только любимые песни защитников молодой республики. У погодков моих нет ни шон, ни стихов, ни покоя, только сила и юность, а когда возвратимся с войны, все долюбим сполна и напишем ровецких такое, что отцами, солдатами, будут гордиться сыны. Но праздник праздником, однако и в этот день многие из награжденных были на боевом посту. Награды за них получали товарищи. Несмотря на объявленное перемирие, и в Луганске, и в Донецке по-прежнему от обстрелов украинской армии гибнут люди. И чем дольше длится псевдо-затишье, тем яснее представляют мирные жители, как оно закончится. Обстановка нервозная. Все видят прекрасно скопление сил, наращивание мощи украинской армии. И эта нервозность еще и заключается в том, что обстрелы, они, скажем так, интенсивнее стали намного. Следующая поездка на Донбасс уже не за горами. В конце августа гуманитарный груз, собранный боевым братством и другими добровольными помощниками Новороссии, рассказывает Денис Ахромкин, будет доставлен по адресу. А в сентябре гражданские активисты проведут акцию, приуроченную к началу учебного года. По школам объявим сбор учебников, которые в хорошем списке принадлежности. Я думаю, что это будет сделано, потому что мы это уже делали в том году, в сентябре, в октябре. Мы вместе с 18-й школой отправляли такой груз. Если вы хотите и можете помочь Новороссии, а там все так же нужны медикаменты и продукты, то вам необходимо обратиться напрямую к Денису Ахромкину. Его контактный номер 8 926 379 49 34. Пункт приема гуманитарного груза все тот же. Дом офицеров на ферме. Татьяна Трушкина, Алексей Галкин. День города.